Итак, Украина призывает ООН и Европейский Союз послать наблюдателей на Каховскую ГЭС. Власти страны опасаются, что российские военные могут взорвать гидроэлектростанцию и спровоцировать масштабную катастрофу, вплоть до затопления Херсона. Об этих опасениях на заседании правительства страны говорил премьер-министр Денис Шмыгаль. Ранее о том, что Москва готовит подрыв плотины Каховской ГЭС, ГЭС ранее заявил и президент Украины Владимир Зеленский. По данным украинской разведки, российские военные заминировали ГЭС еще в апреле. Ну а в свою очередь представители оккупационной администрации называют ложью эти обвинения. И Москва в свою очередь обвиняет Украину, вооруженные силы Украины, в планах нанести удар по плотине Каховской ГЭС. В прямом эфире к нам присоединяется военный эксперт Игорь Раев. Игорь, я приветствую вас. Слышите ли вы студию? Да, добрый вечер. Да, добрый вечер. Спасибо, что нашли время присоединиться к нам в прямом эфире. Насколько... Я понимаю, что здесь мы с одной стороны слово против слова, с другой стороны одно из этих слов за последние 7 месяцев, уже 8 почти месяцев, мягко говоря, себя дискредитировало. Это я говорю о позиции Российской Федерации. Но, тем не менее, насколько вообще вам кажется правдоподобным, что ли, этот вариант развития событий, сценарий, при котором плотина будет уничтожена? Теоретически это, конечно, возможно. Но это все должно тогда вкладываться в какой-то общий план ведения боевых действий. Потому что взрыв этой плотины и последствия взрыва плотины, они будут недолговременными. Поэтому, чтобы использовать тот момент, когда будет затоплен определенный участок территории, включая и часть Херсона, города Херсона как такового. То есть это все должно складываться в общую картину, где или украинцы наступают, или российские войска отступают, в зависимости от того, какой версии вы верите. Но, в принципе, я вот посмотрел три сценария возможной симуляции взрыва Каховской ГЭС, дамбы. И, в принципе, все они более или менее складываются к тому, что, да, затопление произойдет. Оно будет очень быстрым. В принципе, уровень воды в городе Херсоне подымется примерно на один метр, может быть, немножко больше. Но все это будет продолжаться максимум 3-4 дня. То есть через 3-4 дня уровень воды начнет спадать, и эффект от подрыва дамбы, в принципе, исчезнет. То есть, ну, это будет такое краткосрочное явление, которое, соответственно, та сторона, которая будет пытаться взорвать ее, ну, ей необходимо будет использовать в своих интересах. Потому что, если вы упустите этот момент, вы его просто упустили. Так как россияне упустили момент, они несколько раз подрывали дамбы по реке Ингулец, и им удалось уничтожить понтонные переправы у плацдарма, которые украинцы создали у Андреев и Лазовы. Но россияне никаким образом это не использовали. Плацдарм остался на месте, и, в принципе, их план провалился. То есть, то, что они подрывали там где-то дамбы, и каким-то образом, ну, получили тактическое преимущество на какое-то время, они это не воплотили в жизнь никаким образом. То есть, необходимы две составляющие. Первое. Сам подрыв ГЭС, что на самом деле не является таким простым, такой простой задачей, как это казалось бы. И второе. Ну, какие-то тактические действия, которые приведут вас к более выгодной ситуации, чем она была перед подрывом этой дамбы. Ну, хорошо. А если попытаться это смоделировать дальше, из того, что мы читаем в последние дни, и в частности сегодня, с одной стороны, было заявление Главного управления разведки украинской, которое утверждает, что заминировано это все было еще в апреле, и якобы там стоят два КАМАЗа, начиненные взрывчаткой. С другой стороны, мы видим и читаем, также и слышим комментарии экспертов, что если, и об этом же говорил, к слову, и президент Украины Владимир Зеленский, что если это происходит, как будто бы никаких, как это сказать, преимуществ российская сторона не получает. Да, есть затопление огромной территории, огромного количества населенных пунктов, есть удар и по Запорожской АЭС, потому что ее реакторы не охлаждаются, но одновременно с этим, например, нарушается, судя по всему, нарушается и подача воды в Крым. В чем здесь может быть логика? Зачем это можно, зачем это может быть сделано? На самом деле, тут очень мало логики, потому что, если мы возьмем версию о том, что россияне подрывают эту станцию, единственный вариант, когда это им может быть выгодно, это тогда, когда украинские войска нанесли им тяжелое поражение в Херсонском районе, в том плацдарме, который у них есть на другой стороне Днепра, и им надо быстро отступать и остановить наступление украинских войск. Но в таком случае мы понимаем, что часть российских войск останется на той стороне. Сейчас мы видим, что Россия усиленно готовит в Херсон сам город к обороне, то есть те войска тоже будут отрезаны от основных сил, и какая-то возможность помочь им доставить какое-то количество, то есть, соответственно, с разливом реки придется артиллерию передвигать дальше от реки, она не сможет помогать российским войскам, которые обороняют Херсон, и о подвозе каких-то боеприпасов, пополнения и так далее, о каких-то резервах речи быть не может. То есть, в принципе, если это произойдет, те войска, которые охлаждены на другой стороне реки Днепр, они будут полностью отрезаны, и три дня они будут сами по себе, и сами по себе должны будут сдерживать наступление украинской армии. То есть, ну, в принципе, в этом во всем достаточно мало логики, вы правы. Ну, здесь замечу в скобках, что многое из того, что мы видим в последние восемь месяцев в действиях Российской Федерации и ее военного и политического руководства многое мало соответствует какому-то логическому ходу событий, что ли. Но тут я с вами тоже соглашусь. Скажите, вот вы сказали, что Российская Федерация и Российская армия готовятся к обороне Херсона. С другой стороны, по тем сообщениям, которые мы получаем, опять же, таким обрывочным, складывается впечатление, что она готовится не к обороне Херсона, а готовится к сдаче Херсона или отступлению из Херсона. Ваш анализ тех фактов, которые мы имеем, о чем он говорит? Да, на самом деле ситуация двоякая. Есть информация, которая говорит «за» и которая говорит «против». Однозначно ситуация складывается такая, что россияне на данный момент не смогут сохранить тот плацдарм в Херсонской области через реку Днепр, который у них сейчас есть. В принципе, ни при каких обстоятельствах. Ничто из того, что они будут делать, им не позволит это сохранить. Единственное, что они могут сделать, это создать из города Херсон как такового крепость и обороняться в этой крепости, и, в принципе, там они могут обороняться достаточно долго. Но все остальные северные районы от Кривого Рога и дальше вниз на Береслав и так далее, эти районы они однозначно потеряют, и там нет никаких, ну, в принципе, у них нет никакой возможности удержать эти позиции. То же самое мы можем говорить о Снегуревке, которая сама по себе является достаточно хорошим укрепленным оборонительным пунктом, но ее удержать они не смогут просто потому, что они не смогут поддерживать ее логистически и поставлять необходимые боеприпасы и другие средства, которые необходимы для обороны этого города. Скажите, Игорь, я прошу прощения за дилетантские вопросы, но здесь многие из нас дилетанты по сравнению с вами. Но, тем не менее, Херсон был занят российскими войсками в самом начале войны, в самом начале полномасштабного вторжения. В самом начале марта были завершены бои там. Это важная точка для Российской Федерации, потому что это единственный областной центр, который российские войска заняли. Как получилось, что российская армия там оказалась столь близка к катастрофе? Чем это можно объяснить? Какими-то неправильными действиями российского военного командования? Или успешными активными действиями командования ВСУ с помощью, например, поставок вооруженной техники с Запада в первую очередь? Можете объяснить, что случилось, грубо говоря? Ну, на самом деле, это комбинация всех трех факторов и еще многих других факторов. Но, на самом деле, основа вся, как россияне называют специальная военная операция, основывалась на предположениях, которые были ложными с самого начала. Исходя из этого, они создали неправильную группировку войск для того, чтобы проведить неправильную операцию в неправильное время и неправильными средствами. То есть, когда вы всю свою военную операцию основываете на неправильных предположениях, что-то хорошее из этой операции получиться не может. Но тут, естественно, надо сказать, что украинские войска, их готовность сражаться и защищать свою родину, конечно же, сыграли огромную роль. И, естественно, россияне просто были, российские войска просто были не готовы к такому сопротивлению со стороны украинской армии. И вот, в принципе, и дальше, то есть, было в самом начале войны, то есть, в марте, в начале марта уже было понятно, что у российских войск не хватает сил и средств для того, чтобы завершить эту операцию так, как они ее планировали. И вот та ограниченная мобилизация, которая проходит сейчас, на самом деле ее необходимость была всем понятна уже в марте. Почему они этот процесс тянули еще шесть месяцев? Ну, это, конечно, вопрос к российскому руководству. Ну и, слава богу, что у них не хватило знаний и опыта, чтобы понять, что ситуация кардинально поменялась. И, соответственно, им тоже надо кардинально менять свои действия. Ну, это дало возможность Украине перехватить инициативу. Ну и, конечно же, помощь Запада с посылкой вооружений и с обучением солдат. Это, конечно же, тоже дало свой вклад в то, что ситуация на поле боя поменялась. Я благодарю вас. Всегда рады видеть в эфире военный эксперт Игорь Раев в прямом эфире телеканала «Дорска». Ситуация в Херсоне.